вот как раз я хотела с вами поговорить отдельно я не знаю как вы но я очень часто для того чтобы сделать что-то круглое какие-то часы я уже делала круглые часы я использую подручные какие-то предметы если у меня есть тарелка большого размера либо маленького размера не важно но подходящие для меня я могу использовать ее как шаблон если у меня есть какая-то очень большая кастрюля и крышка от этой кастрюли которая устраивает меня как шаблон я использую эту крышку потому что удобно обвел и все хорошо но мы встаем перед проблемой определение центра и кстати говоря не только в круглых часах но иногда и в круглых шкатулках если вам нужно для каких-то ваших декораторских целей определить центр круглой крышки можно это сделать на глаз но не всегда хорошо делать это на глаз иногда нужно и найти точно математически этот центр как находится центр я сейчас вам просто напомню очень простое школьное правило которое наверняка вам известно которое может быть кто-то забыл вот посмотрите пожалуйста здесь вы видите шаблон он уже размечен и вы видите что на этом шаблоне сбоку прочерчены две две линии а вот и именно эти линии помогут нам найти центр что это за линии это хорды что такого хорда вспоминаем школу хорда это отрезок прямой который соединяет две точки на окружности в любом месте произвольном самая длинная хорда это диаметр окружности поэтому на заготовки которая не имеет для нас с вами центра на то есть мы его не видим но он нам обязательно нужен для того чтобы сделать в нем отверстие для часового механизма и мы не хотим чтобы это отверстие съехала куда-то там на два-три миллиметра а в столярке два миллиметра это уже очень большая величина и в готовых заготовках я иногда сталкивалась с тем что центр определён с нарушением в 1-2 миллиметра так вот для того чтобы этого не было для того чтобы у меня вот лично у меня были точно выверенные шаблоны я определяю центр самостоятельно и так я просто произвольно черчу две хорды с одной стороны моей заготовки вот видно вам да и с другой они могут находиться в другом месте неважно вот посмотрите пожалуйста одна хорда и 2 хорда что я делаю дальше у каждой хорды я должна найти середину просто вымеряем по линеечке нахожу середину и отмечаю эту серединку с одной стороны вот она у меня отмечена и с другой стороны несложно что я делаю дальше из середины хорды я должна провести линию под прямым углом что я и делаю я пользуюсь угольником и провожу линию из середины одной хорды и провожу линию точно такую же под прямым углом из середины 2 хорды вот пожалуйста точка пересечения двух этих линий проведенных из середины хорды и будет являться центром это правило работает абсолютно для всех во всех случаях не важно что делаете ли вы круглые часы и у вас нет шаблона с уже отмеченным центром работаете ли вы с круглой шкатулкой в которой вам для каких-то ваших целей нужно найти центр вы определяете центр вот таким образом уроки геометрии 8 класс наверное до 8 я сказала что это школьное правило но школьные правила имеет такую особенность забываться